Мудюкский остров – место со славной и порой страшной историей. Форпост защиты Архангельска – место первой маячной башни в России и первого концентрационного лагеря интервентов для русских. Сейчас все активнее звучит инициатива по возрождению музея на острове. Здесь есть что посмотреть, о чем рассказать и чем гордиться. Мудюкский остров расположен в Двинской губе Белого моря у самого входа в дельту Северной Двины. От материка отделяется мелководным проливом шириной до 5 км под названием Сухое море. Одно время в районе Мудюга планировалось создание глубоководного порта, в который круглогодично могли бы заходить крупнотоннажные суда. С 1996 года всей территории острова присвоен статус особо охраняемой территории и создан государственный природный ландшафтный заказник регионального значения. Административно относятся к территории Приморского района Архангельской области. Природа Мудюга впечатляет красота и величие. Сосны, произрастающие здесь, относятся к группе редких лесов. Сам остров почти пустынный. Из зданий маяк, несколько домов, метеовышка. Здесь вахтами живут военные, присматривающие за маяком и метеорологи. Ну а для отдельных представителей населения Мудюгский остров – это место дикого отдыха и рыбалки. Значение Мудюгского острова в истории русской государственности неоспоримо. При освоении основного судоходного русла Северной Двины передовой стрелецкий караул и лоцманская вахта были перенесены именно сюда. Здесь их рассчитывали захватить шведы в июне 1701 года, чтобы обеспечить проход своей эскадры к Архангельску для разорения города и порта. Лоцманы и таможенники с острова были предусмотрительно переведены к строившейся Новодвинской крепости. Солдаты, находившиеся на карауле, и толмачи – переводчики, вместе с командовавшим им офицером, практически в полном составе были взяты в плен противникам. Одновременно с разведением Новодвинской крепости и реформированием портовой службы Архангельска на острове была построена первая в России маячная башня, о которой в 1702 году упоминал Крюс в письме Апраксину. Что башня была достроена, мы можем судить по ее изображениям на различных картах Двинской дельты, начиная с первой четверти XVIII века. Это была первая капитальная маячная башня в России. Скорее всего, ее конструкция была деревянная, и как долго она простояла, мы не знаем. Целищев, посетивший Архангельс в 1791 году по заданию Академии наук, так кратко описал остров и маяк на нем. В шести верстах от Лапаминки за урочищем железные вороты. При них на Мудюйском острове стоит Мудюйский маяк – деревянная высокая башня, построенная Петром Великим. Тут есть таможенная застава, жилище лоцманов и солдатская караульня. До сих пор сохраняется возведенная в 1834 году коническая кирпичная маячная башня с остальным фонарным сооружением, построенная военным инженером Архангельско-Новодвинской инженерной команды Клементием Петровичем Власовым. Постепенно маяк оброс необходимой инфраструктурой. Рядом с ним появились две деревянные створные башни, известные под именами «белая» и «черная». Накануне Крымской войны рядом с маяком была установлена сигнальная мачта. Маяк является режимным объектом Министерства обороны, посещения маяка запрещены. Белая башня была разрушена в связи с подмывом берега. «Черная» башня сохранилась и находится в статусе объекта культурного наследия. Первый этап развития острова Мудюкский в качестве форпоста военной морской обороны Русского Севера связан с эпохой преобразования Петра Великого и противостояния шведской эспансии. Каждый раз при приведении города и порта Архангельск в оборонительное состояние, начиная с 1790 года, на острове устраивались береговые артиллерийские батареи или редуты, входившие в общую систему обороны, главную роль в которой играла Новодвинская крепость. Подобная предусмотрительность защитила остров от нескольких попыток высадки английского десанта в годы Крымской войны. Решительный отпор, данный противнику, защитил Архангельск от нападения. В настоящее время на острове находятся две пушки, которые никакого отношения, собственно, к острову не имеют, но представляют исторический интерес. Это трофеи Первой мировой войны с турецкого бронепалубного крейсера «Меджития», потопленного под Одессой. Пушки уникальны, они единственные в своем роде в нашей стране. Они установлены в 1958 году на имитации квадратных питомных тумб, окруженных деревянным помостом. На орудиях имеются заводские клейма. На одном из стволов имеется клеймо турецкого султана, предположительно Абдул-Хамида II. Пушки деметеллизированы, с них сняты затворы. Еще один интересный экспонат на острове – «Мемориальная доска». В 1924, 1925 и 1930 годах легендарный крейсер «Аврора» совершал морские походы из Кронштадта вокруг Скандинавии в Архангельск и стоял на Мудигском рейде, о чем напоминает «Мемориальная доска», сохраняющаяся на острове до наших дней. 1 августа 1918 года на Мудиге начался решающий бой с англинчанами перед захватом Архангельска. Когда на предложение английской эскадры сдаться, Мудиг ответил отказом, британский легкий крейсер «Атентив» начал обстрел батареи под командованием Попова и Петренко. Была произведена бомбардировка с гидроплана, который также сбросил пачку прокламации на оборонявшихся. Скоро шесть орудий батареи из восьми были повреждены. Но несколькими удачными выстрелами из дальнобойных пушек удалось нанести уроны крейсеру. Шрапнылью были убиты несколько человек на батарее, в том числе и ее командир Кукин. От бомбы, сброшенной с гидроплана, загорелся пороховой склад. Подавив батарею, англичане начали готовиться к десанту севера, спуская на воду катера. Уцелевшие защитники во главе с начальником обороны Мудюко Асачи выступили на южную оконечность острова, где погрузились на подошедший буксир и приправились в Архангельск, всю дорогу, преследуемую гидропланом. В 1918 году на Мудюкском острове англо-французскими интервентами была устроена каторжная тюрьма, которую в советской литературе называли концентрационным лагерем. Сначала это был лагерь для военнопленных, а со 2 июня 1919 года это была сыльно-каторжная тюрьма. Из-за этого Мудюк получил прозвание «Остров смерти». В концлагере содержались и известные деятели советской власти. Писатель и профсоюзный деятель Павел Рассказов оставил незавершенными записки, посвященные его пребыванию в статусе заключенного на Мудюке. Эти записки были использованы при написании книги, изданной после смерти Рассказова от его имени. Всего по подсчетам историков на Мудюке в качестве заключенных было свыше тысячи человек. Из них расстреляно и погибло от болезней свыше двухсот. Существуют разные версии о том, какими были условия содержания заключенных в лагере, кем были его обитатели, как задержанные, так и охранники, сколько людей в нем погибло и так далее. Известно, что в бараке, рассчитанном на сту человек, содержалось до 350 узников. Условия были ужасные – болезни, холод и каторжный труд. Нечеловеческое отношение к заключенным было со стороны охранников, которыми являлись французы, а после – белогвардейцы. Они избивали людей по любому надуманному поводу, заставляли выполнять бессмысленные и тяжелейшие работы и так далее. Алексей Сухановский, командир мемориальной исследовательской команды «Штык решает», рассказывает о приказах начальника лагеря, которые определяли судьбу узников. Кроме этого, узники периодически переводились в карцер, где проводили по крайней мере 10 дней в полной темноте и без тепла, получая в пищу всего две маленькие галеты и питьевую холодную воду. Этот тюремный комплекс был музеифицирован и впоследствии превратился в один из основных музеев, посвященных борьбе с интервенцией в период Гражданской войны. А его главным символом стал обелиск, переживший несколько редакций и в настоящее время поставленный на государственную охрану в качестве объекта культурного наследия федерального значения. Это уже третий по счету памятник. Он выполнен из гранита в 1958 году архитектором Чесноковым. Его построили на холме так, чтобы было далеко видно с моря. Это 24-метровая стела, на верхушке звезда, у основания надпись «Славным патриотам, замученным интервентами на острове Мудюк 1918-1920». На острове сохранились братские могилы, расположенные на территории ансамбля памятники острова Мудюк. Одна из них, в которой захоронены 13 расстрелянных политкоторжан, связана с восстанием заключенных 15 сентября 1919 года. Собрав все экспонаты воедино, можно написать подлинную историю страданий и переживаний узников Мудюка. В последнее время идет активное возрождение памяти о тех страшных событиях. Три года назад на острове начались восстановительные работы. Мемориальный комплекс возрождается силами общественников при поддержке фонда президентских грантов. Восстановлены могилы узников лагеря, установлен поклонный крест, строятся мостки, поставлена смотровая вышка. В ближайшее время завершится возведение карцера, который полностью будет соответствовать тому, что было во время конца лагеря. Историко-культурное общество «Оно Победа» в лице его руководителя Игоря Слободенюка и добровольцы команды «Штык решает» планируют создать на острове не просто концлагерь, а насытить его фигурами, реалистично передающими облик тех, кто находился здесь. За свои личные партнерские грантовые средства они потихонечку восстанавливают инфраструктуру. 20 февраля 2024 года состоялся традиционный мемориальный лыжно-снегоходный рейд «Факел памяти» на остров Мудик, посвященный Дню освобождения Севера от интервентов и Белогвардейщины. Участники рейда возложили цветы к обелиску жертвам интервенции в Архангельске, после чего колонна участников отправилась по Северной Двине и ее берегам к острову Мудик в Белом море. «Оно Победа» начинает реализацию гранта президентского фонда культурных инициатив, пушки острова Мудик. Сделать предстоит еще много, но уже сейчас Мудик начинает обретать свой исторический вид, и память о погибших на острове Смерти будет восстановлена. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...